На самом деле, вы читаете сами Коран и делаете много хорошего. Вот так. Поэтому я сторонник. На одной рукой держите Коран, на другой рукой держите профессиональное знание бизнеса, технологии, компьютера и так далее. Вы знаете, покажите свою веру, покажите тремя показателями. Покажите свою человечность тремя показателями. Покажите свою нацию тремя показателями. Первый, покажите образ жизни. Покажите образ жизни, чтобы я верил, что тебе помогает твой вера, тебе помогло. И твой образ жизни, который я мог бы мечтать таким стать. Первый, покажите свою нацию, какой образ жизни ведете, где бы вы ни были, ребята. Второй, покажите своей культуре. Свою нацию покажите через свою культуру, через свое образование, через свой ум. Это очень важно. А вот третий, покажите, что вы человек состоятельный. Вы человек могущественный. Вы талантливый, вы богатый. Если это три показателя у вас есть, вы в любом обществе будьте уважаемым человеком. Это очень важные показатели. Первый из них – это образ жизни. У вас образ жизни должно быть такой, который внутри и наружу одинаково. А если говорите одно, делите другое, я извините. Тогда времени успех будет, постоянного просто не будет. Не будет. Я на поиске этих трех вещей везде объездил. Сначала я это искал в вузы. Я думал, что в школе найду этого. На поиске этих трех вещей. В школе пошел. Я смотрю, учитель говорит одно, а его образ жизни другой. Я это искал в школе, искал в вузы. Я не говорю о всех, но массово на глаза бросается. Наоборот, недостатки и так далее. Потом думал, у него ум есть, но сам не богат, сам не состоятельный. Значит, его знания его не помогают. Думал, как будет. Потом я этого искал, пошел в мечеть. Думал, муль-ла найдут. Которая эта вещь у него есть. Я пошел в муль-ле. Муль-ле то же самое. Я не говорю о всех. Один-два процента исключения есть. Двенадцатого процента говорит одно, живет по-другому. Его образ жизни совсем другой. Я думал, он не соблюдает то, что сказано в Коране. То, что сказано в мечети говорится. Он сам говорит на трибуне другое. А когда сам один остается делать другое, я думаю, господи, где найти такое место, где она единая. Это было очень тяжело. Я смотрю, у него образование есть, но у него нет того образа жизни, который я мечтал бы. Я думал, я найду это в политике. Я искал это в политике. А там вообще кошмар. Депутаты говорят одно, делят совсем другое и так далее. А потом я понял, не надо его нигде искать. Надо его искать в своем сердце. И просто в себе это воспитать. Это тяжело. Запомните мои слова. Это самое трудное достижение в жизни. Стать человеком, которого вы мечтаете. Но это возможно. Сейчас мои слова, возможно, вам не по душе порою. Потому что вы знаете свои минусы. Вы знаете свои недостатки. Вы знаете, что иногда вы готовы подводить кого-то. Вы иногда готовы ради денег, ради чего-то, ради славы. В их глаза закрыться много чего. Но поверьте моим словам, наступит день, когда ваша совесть будет мучить вас. Самое большое наказание – это совесть. Самое большое достижение, самое большое богатство – это ум. Запомните, пожалуйста. Самое большое богатство – это ум человека. Чем больше ты умнее станешь, тем больше у тебя богатство. А самая большая сила – это не кулак, это вера. Вера, которая, она без сомнений в твоем сердце заложена. Она большая сила. Она насквозь проблемы тебе проводит. Насквозь ошибки проводит тебе. И дает сила снова пережить неудачи. Если вы правдивый человек, Аллах всегда оправдывает вас. Даже если вы попадаете на клавоту, даже если вас унижает. Иногда даже если вы попадаете такой, что властные люди начинают вас давить на вас. Но помните, власть всегда побеждает справливость. Но справливость не исчезает. Она обязательно победит. Такова история. И она всегда была так. Поэтому в Коране так написано. Будьте стойки справливости. Независимо от желания богатого или сочувствия к бедному. Аллах лучше знает состояние каждого. Поэтому всегда опирайтесь на справливость, и вы победите. Вот что я хочу вам сказать. Вы победите точно. Внутри и наружу. Будьте одинаковы. Будьте сильным человеком. Вот это ваше достижение. Самое большое достижение не диплом. Диплом можно купить. Так? Самое большое достижение это не дом, не машина. Это ерунда. Ерунда. Кто из вас гордится, что вы туфли умеете купить? Кто из вас гордится, что носки у вас там легко покупаете? Поверьте, наступит день, когда для вас купить дом, машину, как туфли ставят. И это бессмысленное достижение. А вот самое большое ваше достижение, если вы смогли раскрыть тот талант, который Аллах давал вам. И вы поняли свою миссию. Вы поняли, зачем вы на самом деле в таком времени и в таком нации вы появились. У человека есть два дня рождения. Одно день рождения – это когда родители не появляются. А вот второй день рождения – когда те поняты, зачем живешь. Вот это второе, самое важное. К сожалению, очень многие люди уйдут от жизни, так и не поймут, зачем живут. Они уйдут. И поэтому это самая большая трагедия. Самая большая трагедия в мире – это когда человек уходит, так и не понял, зачем он жил и к чему он был способен. Это самая большая трагедия. Вот теперь я немножко говорил вам о духовности, о мудрости. Вообще такие вещи вам нужны иногда или нет? А что сейчас скажете? Да Владов сказал, бизнес нужен, а бизнеса не говорит. Бизнес строится на базе духовной чистоты. Бизнес строится на базе справливости, потому что в бизнесе нужна барракад. Послушайте, я раньше думал, что время нужно для бизнеса. Когда теперь я встречаю ребят, которые 15 лет, 20 лет бизнеса, 30 лет бизнеса. Поверьте, я человек, я встретил тот день 30 лет бизнеса. Я не скажу, что он богатый. Знаете, то, что он зарабатывает, еле покрывает свои расходы, кредиты и так далее. У него бизнес – это борьба своими обязательствами. Бизнес – борьба со своими обязательствами. Куча кредитов. И он борется с этими кредитами. Я на него смотрел и сказал, сколько лет вы в бизнесе? Он сказал, около 30 лет. Я сказал, вы не бизнесмен. Потому что вы до сих пор пешком ходите. То есть в бизнесе. Потому что у вас нет профессионального знания бизнеса. Мне жало вашей потерянной жизни. Я раньше думал, что время надо для того, чтобы стать успешным. А вот сейчас очень хорошо понимаю. Не время нужно. Нужно и время. Кроме того, нужно баракад. Очень важно, чтобы был баракад. Аллах сам дает богатство. Вы с силами не заберете у него. Это невозможно. Поэтому, если вы хотите за один день стать богатым, я вам не могу ничем помочь, ребята. Идите. В Таджикистане что популярно? Букмельские конторы. Как будто это народу помогает. Идите туда, играйте. Вдруг разбогатеете. Хотя журнал «Форбс» я никого не видел. Что через игровые автоматы или через там букмельские конторы стали богатыми. Я не видел. Я не знаю, почему наш народ ходит туда, как будто это помогает жизни. Это что тебе делает умнее. Это что тебе делает там какой-то продукт создает, который ты решаешь проблемы нашего народа. Да, наши народы и так и так по проблемам сидит. Я реально это не понимаю, ребята. Но если вы хотите такие богатства, я вам не помогу. Я в этом словом. Но если вы хотите реальный бизнес, который потом год за годом стабильно растет, в этом я могу с удовольствием вам помочь. Продолжение следует...